рада приветствовать вас на моем канале и хочу вам представить мой новый проект который мы сейчас вместе сделаем всю подготовку откроем этот наборчик как вы видите это дименшенс это gold collection и это макс рыболов который пойдет в пару моей маги рукодельницы я очень давно ждал этого момента когда я смогу с чистой совестью приступить к этому набору я ставила себе плана закончить несколько текущих процессов чтобы на меня как бы не давило очень много работ вот я закончила и теперь приступаю к отшиву этой работы с большим нетерпением я ждал этого момента ну и не будем откладывать все в долгий ящик давайте же начнем какое сокровище мы получаем когда убираем в эту блестящую обложку перед нами открываются эти замечательные ниточки и канва очень красиво очень нарядно все сделано посмотрите шикарно наша обложка для вдохновения остается верху и так перед нами две планшетки вы видите ниточки уложены очень аккуратно очень красиво их много не знаю сколько оттенков не считал обратно сейчас вам не буду скажу как нибудь потом посмотрите сколько не так конечно же косы длинные как у всех наборов очень много оттенков давайте посмотрим также отдельные пасмы сколько их немножко запутанные так коричневый цвет конечно же очень много черного потому что и бэкстич все три дополнительных матка но их очень много этих цветов просите тех ниточек этих оттенков вот так 3 и буйство красок просто ниток на планшетках нитки очень мягкие отличается от набора ноги рукодельницы там были пожестче на партии от партии есть отличие не так очень здесь вкусная красивая канва такого цвета кофе с молоком и канва здесь представляете не дубовая она здесь обычная вот как твайкард наполнение этого набора девочки отличается можете посмотреть схему так здесь конечно же две иголочки вот такая красивая схемка очень красивая схемка и мне здесь больше нравится чем у мэги потому что идет по горизонтали листы 1 2 не по вертикали а по горизонтали очень яркая схема мне нравится вот так вам видно будет не знаю здесь ой уже чешутся ручки приступить ну что я побежала оформлять разбирать нитки увидимся через несколько минут и я вам покажу как я все организовала как прошло некоторое количество времени и я практически завершила мою подготовку осталось несколько моментов продумать но покажу вам на данном этапе что у меня есть потому что уже солнышко садится если я сейчас не сниму видео то потом это все отложится еще на неделю как минимум потому что на будних днях я не снимаю видео у меня нет на это время вот пользуюсь случаем будем быстренько показывать и рассказывать и так моя любимая коробочка которая купила в икеи вот такого большого формата так много всего помещается я решила попробовать вот такой вариант значит планшеты на которых крепятся нитки я не стала их снимать сначала думала может быть снять и одеть их на обычный органайзер нет я вот просто каждый планшет прикрепила на биндер сбоку а нитки здесь все вот так в пучке и находятся посмотрите сколько много ниток какое богатство какая красота краски красивые и ниточки такие мягкие очень приятно на ощупь их брать и рассматривать вот я надеюсь что они мне не будут путаться конечно будут путаться может быть я их заплету в косы посмотрю чуть попозже попробую вот такой вариант буду прямо отсюда выдергивать по одной нитке или сверху или снизу ну а сверху я пока вот таким образом прикрепила тоже вот такую поролоновую трубу где разметила написала все значки это будет для иголочек если мне будет неудобно то я его повешу просто потом на станок стич смарт там где идет прищепка для схемы тоже будет удобно в принципе сначала туда я планировала эту трубу подвесить но попробовала решил попробовать и вот так что у меня будет лежать все в этой коробке вот нитки также там будет у меня хранится схема хочу еще раз показать я схему цветная вот так на двух листах находится думаю должно быть удобно очень четко и понятное вот эти нитки я пока еще никуда их не придумала просто в мотках может быть их одену на обычную планшетку картонную ну подумаю также здесь отдельный ключ тоже удобно надеюсь что мне достаточно будет моих значков ну и конечно же картиночка для стимуляции процесса для стимулирования ну и завершающий элемент это конечно же канва размеченная я ее прокрасила лаком для ногтей вот покажу синеньким цветом и расчертила обычным маркером решила попробовать он быстро у меня выдыхается исчезает я надеюсь что здесь не будет каких-то у меня проблем закрепила остатки канвы биндерами тоже пяльца здесь большого размера наверное на 22 в диаметре 25 если не ошибаюсь вот ну и буду приступать в принципе значит пяльца у меня в эту коробку не помещается они мне будут стоять отдельно а все остальное очень хорошо помещается я вам сейчас покажу значит как это у меня будет выглядеть в процессе скажем так хранение вот складываю сюда все листы потому что коробка большая формата а4 вот так и закрывается вот ну а сами пяльца они у меня отдельно будут храниться вот такая вот у меня нехитрая получилась организация приступаю к этому процессу который я уже очень давно тоже планировала начать его пожелайте мне удачи в этом нелегком труде потому что знаете у Dimensions там идет очень большое сложение ниток 3-4 ее сложение частая смена нитки много элементов много бэкстича но тем он и интересней хочется только чтобы работа шла легко и без осложнений чтобы я ее ну месяца за три отшила так по крайней мере мне хочется потому что все таки это сюжет летний Мэгги у нас была зимним сюжетом потому что за окном там зима ну а здесь рыбалка за окном лето озеро вот и эта кисочка так сладко спит прям так и хочется ее взять и погладить этого котика который тут нашалил ну вот я надеюсь я его увижу и на своей канве а потом на своей стене ну а вам я желаю хорошего настроения и удачи в вашем творчестве до новых встреч пока